Ситуация в Сирии громко напомнила о себе на минувшие недели. События развивались практически параллельно. Британская Телеграф написала, что Запад на днях в Анкаре впервые вступил в переговоры с противодействующими асадо-исламистскими группировками. Официально сообщается, что это была попытка склонить ультрарадикалов к сотрудничеству с умеренной оппозицией. Истинные мотивы и цели загадка, фон весь христианский мир взбудораживший. Боевики взяли в заложники православных монахинь и священной Маалулы. Вадим Фифилов на месте следит за обстановкой. Да, вот перед нами Маалюля, один из древнейших городов на земле. Ближе подойти невозможно. За четверг и пятницу снайпер боевиков убил здесь 14 солдат и офицеров. Передвигаться военные советуют только на бронированном пикапе. Мы засекли противника в большом здании напротив мечети. Они начали там окапываться. Я увидел это даже без бинокля. Все рассчитал и накрыл их из танков. Жители Маалюля единственные в мире носители арамейского языка Иисуса Христа. Они бежали от радикальных исламистов в соседний городок. Несколько месяцев назад, после похищения настоятельницы православного монастыря, матушки Пелагеи, и ее монахинь в Маалюле остались только боевики. Они приползли сюда по горным трещинам большими группами из ливанской провинции Эрсай и похитили монахинь. Похищенных женщин боевики по горным тропам и через сквозные пещеры провели в городок Ебрут. Там уже год. Власть у радикальной исламистской бригады фронт поддержки. В основном в ней саудиты и афганцы. Еще они себя называют аль-кайдой в Сирии. Два дня они угрожали, пытались прорваться. Все равно настоятельница вместе с остальными очень крепко держалась за монастырь, не покидала его. К сожалению, они смогли ворваться с другого входа. Зашли с оружием в монастырь, угрожали взорвать его. Православный епископ Лука Аль-Хури в Дамасской патриархии рассказывает нам, что все последние месяцы уговаривал настоятельницу Пелагею покинуть монастырь. Но она была упряма и считала, что их не посмеют тронуть. Боевики обнародовали видео с похищенными и пообещали отпустить их в течение 48 часов. Однако вскоре один из полевых командиров заявил, что монахи не будут оставаться в плену до тех пор, пока сирийские власти не выполнят условий, переданных боевиками через посла Ватикана в Дамаске. Там напротив нас террористические группировки со всего мира. Саудиты, чеченцы, ливанцы, афганцы, ливийцы. Сирийцев не очень много. Главное требование мятежников – освобождение тысячи женщин, активно поддерживавших их, и сейчас находящихся в заключении в правительственных тюрьмах. У этих женщин самые разные статьи уголовного закона по борьбе с терроризмом. Кто-то из них перевозил взрывчатку, другие работали в полевых госпиталях боевиков, а кого-то арестовали за шпионаж. Из наших источников в сирийской православной патриархии стало известно, что переговоры с похитителями пока прервались по неизвестным причинам. Добираемся на одну из позиций, где нам удается познакомиться со снайпером, считающимся лучшим в правительственных войсках. Он участвовал во многих специальных операциях по освобождению заложников. На счету солдата 70 подтвержденных ликвидаций. Там внизу только что отстрелялся пулеметчик, а здесь снайпер занял новую позицию. На 23 этаже высотного дома. Это и называется армейская хитрость. На другую огневую точку мы вынуждены прорваться на боевой машине пехоты. Микрорайон почти со всех сторон зажат бригадами боевиков. На новом месте рядовой Пусам, как армеец на особом положении, распекает офицеров роты, удерживающих квартал на этой улице. Рабочее место для него подготовлено не как следует. Эта позиция сделана очень плохо. Стену надо укрепить другими мешками до самого потолка, потому что здесь непосредственно линия фронта. Если у нас выстрелят из РПГ, в этой комнате все умрут. Стрелок привычно готовится к работе, поливаясь водой амбразуру, чтобы после выстрела было меньше пыли, его не заметили. Неожиданно его боевое задание срывается. В соседних домах начинается движение мятежников. Во время затишья бойцы собираются в более безопасном помещении. Я спрашиваю стрелка, бывало ли, что при освобождении заложников он попадал в мирных жителей. Со мной случилось ровно наоборот. В разных провинциях я ввежу в прицел, как через переулки перебегают то боевики, то мирные граждане. Но я хладнокровно стреляю только в людей с оружием. Его рабочий день продолжается в очередных развалинах и обычно длится 12-15 часов. На предыдущих двух позициях сегодня у снайпера расстояние до цели было в одном случае 6 километров, в другом 800 метров. Сейчас снайпер со своим помощником обсуждает новую огневую точку. Здесь до противника 80 метров. Очевидно, это самое опасное место для снайпера. Хусам признается мне, что мечтает когда-нибудь не найти в газетах новостей об очередных массовых похищениях людей и отправиться на работу на стройку с отбойным молотком, а не с винтовкой бронебойного калибра. Владимир Филов, Александр Бодичевский, телекомпания НТВ. Маалюля, Дамаск, Сирия. Дамаск, Сирия.